никогда не мой волосы в этот день именно так говорила моя бабушка и я думала что это просто старый семейный ритуал вы знаете за этим советом скрывается глубокий смысл который связан с нашей энергией и благополучием хотите узнать какой день недели лучше избегать для мытья волос чтобы не отпугнуть удачу и привлечь достаток в свою жизнь смотрите до конца обещаем вам вас ждет много интересного прямо сейчас поставьте лайк если вам близки такие темы напишите в комментариях я притягиваю здоровье счастье и удачу каждый день давайте вместе создадим мощный поток положительной энергии знаете когда бабушка говорила никогда не моем волосы в этот день это звучало как один из тех советов которым в молодости не всегда придаешь значение однако для наших предков волосы были чем-то гораздо больше чем просто частью тела они считались источником накопленной энергии и связи с космосом все что касалось волос будь то стрижкой или мытье сопровождалось множеством народных примет и суеверий ведь голова это место где рождаются мысли и мечты а волосы как антенны передают наши сигналы во вселенную и сегодня хотя ритм жизни ускорился мы часто забываем о таких народных приметах многие даже не задумываются когда лучше мыть голову если появилось время значит пора в ванную но стоит ли спешит спешить может быть наши предки что-то знали что мы забыли и мы давайте вместе с вами взглянем на привычные банные процедуры с точки зрения древних суеверий и традиций запрет на мытье головы в понедельник одна из тех древних примет которые до сих пор передают из поколения в поколение это день недели всегда считался тяжелым для начала новых дел ведь в понедельник был и остается символом начала рабочей недели когда каждый шаг имеет значение считается что если в этот день помыть голову то можно смыть себя не только пыль и грязь но и удачу везение словно отталкивает себя возможности которые могла бы принести неделя это сравнение особенно ярко проявлялась в народных приметах те кто решался мыть голову в понедельник могли столкнуться с чередой неудач начиная с мелких бытовых неприятностей заканчивая серьезными жизненными испытаниями многие верили что вода в понедельник может перенести с собой негативные вибрации а значит любые начинания в этот день окажутся безуспешными неделя начавшийся с неправильного ритуала ухода за собой могла пройти на перекосе с мелкими но неприятными трудностями народная примета работала как предупреждение если не хочешь чтобы что-то пошло не так избегая мыть голову в понедельник удивительно что этот запрет так плотно вошел в обыденную жизнь что даже в современном мире многие люди возможно даже не осознанно предпочитают отложить эту процедуру на другой день вторник напротив всегда считался днем для начала дел и обновления это день когда можно и нужно ухаживать за собой особенно если предыдущий день был связан с заботами и стрессами мыть головы во вторник приносила собой не только физическую свежесть но и эмоциональный заряд который обеспечивал бодрость на всю неделю волосы в этот день легко укладывались а само действие служило своеобразным энергетическим ритуалом когда человек ухаживает за своими волосами во вторник он словно прокладывает путь к новым свершениям народная мудрость гласит все важные дела начинают во вторник ведь этот день благоприятен для перемен обновления и движения вперед среда как середина недели приносила ощущение ясности она символизировала гармонию и баланс между началом и концом недели и в этот день мыть голову было особенно полезно вода в среду несет очищающую силу она смывает не только физическую усталость но и помогает освежить мысли освободиться от накопившегося негатива если голова кажется тяжелой от забот и тревог то среда это идеальный день чтобы избавиться от этого груза мытья волос в этот день было своего рода ментальной перезагрузкой многие считали что после такого ритуала появляются новые идеи приходит понимание как действовать дальше это как принять душ после трудного дня ощущения легкости и обновления готовность идти вперед с новыми силами вода как элемент всегда была важным символом народных верованиях она олицетворяет не только чистоту но и трансформацию в каждой неделе вода могла иметь разные значения и эффект среду вода дарила возможность очиститься не только физически но и духовно когда вы моете голову в этот день вы словно смываете все ненужное что накопилось за первые дни недели и оставляйте только то что нужно для дальнейшего пути волосы как хранители нашей энергии обновляются становясь проводниками новой светлой силы это своего рода ритуал обнуления который помогает восстановить баланс между физическим и духовным состоянием четверг всегда считался особенным днем когда природа будто бы сама подсказывает человеку что пора обновиться и накопить силы для оставшейся части недели и речь идет не только о том чтобы настроиться на рабочий лад но и о физическом обновлении через уход за собой частности через ритуал мытья головы древности люди верили что в четверг до восхода солнца можно накопить положительную энергию которая будет поддерживать ясность ума и силу на все оставшиеся дни этот ритуал не случайно связан с ранним утром утреннее пробуждение само по себе уже несет заряд бодрости а мытью волос до восхода солнца словно помогает открыть энергетические каналы и освежить мысли считается что раннее утро это время когда природа еще не начала активную фазу именно тогда происходит своеобразная связь энергия мира народная мудрость передаваемая веками подтверждает это кто рано встает тому бог дает этот совет часто слышали наши предки даже сегодня многие замечают что после утреннего ритуала мытья головы в четверг они чувствуют себя намного бодрее и яснее мысля но стоит помнить что каждый день недели несет в себе свою энергетику и пятница это тот день который следует остерегаться особенно когда речь идет о волосах пятница всегда была днем особого значения это день скорби ведь именно в этот день был распят иисус христос поэтому издавна в пятницу многие избегали любых действий связанных с красотой и уходом за телом чтобы не нарушить гармонию этого святого дня особое внимание уделяли волосам считалось что если помыть голову в пятницу это может навлечь на человека беды или болезни особенно этот запрет касался первой половины дня когда утренние часы все еще символизировали страдания иисуса христа многие женщины следуя советам своих бабушек отказывались от мытья головы в этот день так как считалось что это может привести к выпадению волос или ухудшению их состояния пятничнее мытье волос воспринималось как своего рода неуважение к древним традициям и его старались избегать однако все меняется когда наступает суббота это день когда после трудовой недели человек наконец может посвятить время не только дому но и семейным заботам но и себе суббота это день отдыха который словно приглашает всех остановиться расслабиться и подумать о своем здоровье и благополучии в отличие от пятницы суббота считается идеальным временем для ухода за телом и волосами народные поверья говорят что субботнее мытье головы очищает не только физически но и духовно волосы как символ накопленной энергии нуждаются в том чтобы быть обновленными перед началом нового цикла поэтому наши предки не просто мыли голову в этот день они видели в этом в этом глубокий символический акт очищения который готовил их к воскресенью суббота становится своего рода подготовкой к духовному дню когда тело очищена и готова к тому чтобы отдохнуть что же касается воскресенье то здесь правило становится более строгими воскресенье это день когда все заботы о теле следует оставить в стороне и посвятить время заботам о душе воскресенье всегда воспринималась как время для молитв духовного обновления и глубоких размышлений мыть голову в этот день считалось неуместны поскольку это отвлекало человека от высших материй и приземляла его мысли к телесным заботам наши предки верили что прикосновение к волосам воскресенье могло нарушить день как день духовной тишины время проведенное в покое в кругу семьи или на молитве было цен было ценнее любого физического ухода за собой когда вы начинаете мыть волосы вам обязательно важно настроиться на позитивную волну поэтому заранее подготовьте пространство вы можете зажечь свечу поставить приятную музыку или просто глубоко вдохнуть и выдохнуть чтобы отпустить суету дня в тот момент когда вода начинает стекать по вашим волосам представьте что вместе с ней уход все ваши тревоги страхи преграды которые мешают достатку войти вашу жизнь каждая капля воды забирает с собой все негативные установки а каждый всплеск очищает вашу дорогу к успеху и процветанию важно быть осознанным в этот момент не отвлекаясь на посторонние мысли когда волосы на мой нам были намочены и вы начинаете наносить шампунь самое время произносить магические слова которые помогут вам настроиться на волну изобилия какие же слова нужно произносить мысленно можете и вслух пока вы массируете кожу головы и моете волосы вода течет чистоту несет смывает беды наполняет светом с каждым движением богатство ко мне льется с каждым шагом удачи ко мне придет как волосы мои чисты так и жизнь моя ясна деньги достаток процветания все теперь рядом со мной пусть силы вселенной ведут меня к успеху произносите эти слова спокойно ощущая как вода смывает не только грязь но и любые внутренние блоки которые могли бы мешать вам достижение желаемого массажируя кожу головы представляете как каждое ваше действие открывает новые возможности привлекает финансовое благополучие в этот момент волосы становятся не просто частью вашего тела они проводники энергии через которую вы направляете свои намерения во вселенную когда вы смываете шампунь и завершающие капли воды стекают с ваших волос представьте как все негативное полностью покидает вас вы свободны от старых установок и готовы принять новое завершая ритуал скажите такие слова благодарности благодарю за очищение свет за новые возможности и удачу в каждый момент пусть достаток наполняет мой дом а все мои желания исполняются эти слова сказанные с благодарностью и верой помогут закрепить ваше намерение и направляют энергетические потоки в нужное русло после мытья волос высушивая их уделите внимание тому как ваши волосы выглядят и ощущаются это важная часть ритуала ведь волосы это символ вашей внутренней силы каждый раз заботись о своих волосах вы показываете заботу и уважение к себе завершающий этап это время когда ваши мысли должны быть направлены только на успех благополучие и уверенность своих силах существует также немало интересных народных примет связанных с уходом за волосами перед важными событиями например если вам предстоит важное дело и вам нужно быть сосредоточенным лучше всего собрать волосы в тугой хвост на затылке это не просто дань офисному стилю или стандартам делового этикета это осознанная практика которая поможет вам сконцентрировать свою энергию волосы собранные вместе символизирует сосредоточенность и контроль над ситуацией если у вас короткие волосы вы тоже можете использовать этот принцип собрав их хотя бы перед выходом из дома это своего рода ритуал который поможет вам преодолевать трудности и придает уверенности на протяжении всего дня интересно что волосы это не только наше украшение но и мощный инструмент для освобождения от прошлого неудачные отношения болезненные воспоминания негативные эмоции все это можно отпустить с помощью похода к парикмахеру стрижка это не просто косметическая процедура это акт очищения важно во время стрижки мысленно представлять как каждая отрезанная прядь уносит собой негатив обиды и беспокойство представьте как вместе с кончиками волос уходит все что вам больше не нужно это помогает освободиться от тяжелого прошлого и начать новый этап с легкостью особое внимание всегда уделяйте выбору мастера парикмахер это не просто человек который делает вас красивыми он также влияет на ваше энергетическое поле многие знают что человек который вас стрижет оказывает прямое влияние на ваше биополе и потому важно выбирать мастера исходя не только из его профессионализма но и из энергетического взаимодействия в идеале парикмахер должен быть для вас не знакомым человеком не связанным с вами не эмоционально не через личные интересы он не должен иметь тайных мотивов будь то зависть или недоброжелательность прислушивайтесь к себе когда вы впервые общаетесь с мастером если вы чувствуете тепло и позитивный настрой это хороший знак если вы же вам что-то не понравилось не возвращайтесь к этому человеку еще одно важное правило которое соблюдалось веками никогда не стригите волосы себе это строгий запрет который связан с тем что сама стрижка может нарушить ваш энергетический баланс дело в том что стричь самому себе значит привлечь беды это может произойти через ухудшение здоровья денежные трудности проблемы в личной жизни старину считалось что человек который сам себя стрижет обрекает себя на одиночество и даже укорачивает свою жизнь этот запрет имеет глубокие корни в народной мудрости и многие до сих пор следуют этому правилу не менее важно помнить что ваши волосы это хранители ваших знаний и энергии студентам например не рекомендуется встреч или мыть голову перед экзаменами как это может смыть накопленные знания и подготовку даже если вы знаете материал на зубок приметы советуют воздержаться отводных процедур накануне важного экзамена или собеседования возможно это всего лишь суеверие но многие кто следовал этому совету признаются что чувствовали себя более уверенными и сосредоточенными беременным женщинам также издревле советовали не стыщи так как считалось что волосы хранят информацию которая должна быть передана будущему ребенку волосы это не просто часть тела а своего рода хранители рода передающие жизненную энергию и знания из поколения в поколение этот запрет сохранился и до наших дней хотя в современном мире многие относятся к нему с некоторым скепсисом существует и темная сторона по вере связанных с волосами например с помощью волос можно было наводить порчу или привораживать любимых именно поэтому наши предки с особой осторожностью относились своим состриженным или выпавшим волосам их никогда не выбрасывали просто так ведь они могли попасть в недобрые руки волосы либо сжигали либо прятали в надежном месте например под камнем или деревом это делалось для того чтобы никто не мог воспользоваться ими со злым умыслом важно помнить что волосы это не только физическая часть нашего тела но и сильный энергетический элемент и относиться к ним следует с особой трепетностью таким образом уход за волосами это не только вопрос внешнего вида но и важный энергетический процесс мытью стрижка уход все это может оказывать влияние на наше внутреннее состояние и на нашу жизнь в целом следуя простым приметам и ритуалам можно не только улучшить состояние волос но и защитить себя от негативных влияний очиститься от ненужных эмоций настроиться на позитивные изменения в жизни наши волосы это наше сокровище и обращение с ними требует уважения и понимания их важности